друзья мои всем привет 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 начало у нас сегодня обычная приветствуем вас новгородской земли приехали к нашим друзьям в гости саша и диане постоянные зрители конечно же их знают ребята раньше вели свой канал назывался деревенский пионер но приехали на пару дней навестить их посмотреть как живут поживают как поживает хозяйство вот ну естественно взяли вас с собой куда же без вас так что приятного просмотра конечно в гости с пустыми руками мы приехать не могли как говорится чем богаты тем и рады приехали нашим друзьям с прицепом привезли нашу гигантскую тыкву в предыдущем ролике много кто нам сказал как эту тыкву можно использовать что из нее можно делать куча вариантов цукатов компотов не компотов а варенье там всяких что там еще шоке соки супы ну в общем друзья мы все взвесили и подумали что нам чисто физически эту тыкву не съесть поэтому привезли разделали и на куски чтобы можно было транспортировать и привезли ребятам у них есть крупный рогатый скот и коровки я думаю очень обрадуется такому подарку ну просто реально она у нас испортится курки наши не успеют есть у нас еще и маленькие тыквы есть и хватит их на всю зиму поэтому решено было привезти ребятам чтобы не испортить продукт кусочки конечно внушительные но я думаю таким животным как коровы это на раз поесть понятно что с полупустым прицепом ехать но не было смысла мы решили захватить ребятам опилки они держат скот на опилках но у них по местности здесь пилорам очень далеко и опилки там не бесплатно как оказалось у нас в городе да и вообще по местности пилорам довольно таки много опилки в свободном доступе ну вот решили как-то так мелочью порадовать ребят потому что опилки им пригождаются повторюсь они держат на них скотину и захватили еще пару мешков сухарей которые у нас накопились раньше мы варили куромешинки добавляли туда овощи сухаря сейчас сейчас просто столько сухарей нам просто не нужно до решили ночью добру пропадать так же как вот и гигантскую нашу тыкву захватили привезли ребятам коровы оценят до быстренько все это скушают и быть все здорово там вам продукт не пропадать конечно же у ребят есть какой-то запас опилок это понятно как и в любом нормальном хозяйстве запас должен быть вот но ничего поскольку до ближайшей пилорамы повторюсь несколько десятков километров и опилки платные до лишним наши опилочки точно не будут более расход у них побольше нашего мы получается ну сколько раз но сейчас уже спальмета сборника мы наверное будем реже менять может быть раз там в три месяца может быть и того меньше да да по загрязнению посмотрим а тут приходится как часто диана меня наверное мешок утром мешок вечером вот по два мешка на одну корову на одну корову по 4 мешка ничего себе расход большой да ну вот вся наша гигантская красавица прилегла в хлеву диана сказала что где-то на четыре раза коровкам поесть всего лишь повторюсь наши курки бы ели бы очень долго она быстрее бы испортилась а вот они красавицы стоят там и хорошие милые мята хорошие коровки хорошие кормилицы так что прям под ним ставить под них милуня мята пейте мои хорошие так что прям тяжело сейчас помочь Субтитры сделал DimaTorzok У нас есть такая традиция, когда приезжаем к ребятам и готовим какое-то новое блюдо В этот раз решили покоптить рыбку, а то все мясо да мясо Поэтому взяли скумбрию, замариновали ее перед этим и вот сейчас в коптильне приготовим Надеюсь получится очень вкусно Пока коптится рыбка, мы ее времени зря не теряем Чтобы не ехать с пустым прицепом назад, решили наполнить его деревенским богатством, добром Поскольку у ребят есть коровы, мы просто не могли уехать назад без удобрения, шикарного удобрения для нашего огорода Так что сейчас накидаем прицепчик и сдобрим наш огород Да, у нас по местности очень сложно добыть навоза Коровьего, да Да, потому что очень мало коров кто держит И соответственно там уже все расписано И очень сложно попасть в этот список желающих Вот такая куча, да, бери не хочу Причем, я смотрю, есть там уже припревший Ну ладно, мы свеженького возьмем, он у нас все равно полежит зиму Нашим растюшкам это точно не повредит Потому что когда там начинают поливать огороды и работать Там начинают заводиться интенсивный червяк Тем самым очень хорошо Тем самым очень хорошо Была у меня мысль ехать на Ниве Но моя Нива могла сюда не доехать Начнем с этого Потому что километраж не близкий, 300 плюс В итоге поехали мы на Шкоде Но на Шкоде мы сюда заехать не решились Заехали на Жигулях Думали выйдем на Жигулях Не тут-то было Деревенское золото нелегкое Приходится прибегать к помощи транспорта посерьезнее Сейчас такой вереницей будем отсюда выезжать Надеюсь, что получится Не хочется назад сюда разгружать Ну что рыбка? Как ты тут пожелаешь? Так, мне кажется Все уже с ней в порядке Да, она готова Пускай остывает Ну все, рыбка у нас готова Решили сделать скумбрию Потому что недавно к нам в гости приезжал брат Тоже привозил несколько рыбинок Закоптили Получилось прикольно Вкусно, нам понравилось Вот обычно мы коптим карпа В этот раз решили закоптить скумбрию Угостить ребят Думаю, получится здорово И всем понравится Ладно, мы потихонечку пойдем готовиться К обеда-ужину Потому что на очереди у нас еще шашлык и свинины Ну что, друзья Вернулись мы с гостей От наших друзей с новгородской земли Приехали домой Погода становится все хуже и хуже Как можете видеть Идет мокрый снег На улице уже работать Очень не хочется Слякотно, скользко Стараемся делать что-то Под навесами В помещениях На днях убрали последних петушков Наших молодых Которые у нас были в старой бане Вот, что еще Сейчас со дня на день Нужно завершить Работы С водой С водой, да Потому что летний водопровод Мы будем сворачивать Синоптики обещают В скором времени Уже устоявшийся минус Естественно, вода в шланге замерзнет И потом будет Не очень хорошо Да и в принципе замерзнет И больше им не воспользуешься Поэтому К сожалению До весны Будем консервировать Наш летний Водопровод Хотя с ним очень удобно Чего тут греха таить Сейчас выбрались С вами в лес Ну, как в лес На краю леса Вот с вами стоим Хотим показать Что тут у нас происходит Владения свои осматриваем Да, владения свои осматриваем Тут некие изменения Вот, сейчас С вами ими и поделимся Мы как-то с вами уже гуляли По делянке Это немного в другом месте А это прямо напротив нашего дома Вот такие вот делянки Так называемые проходные делянки Пилили Причем вот Ксюша хозяйским взглядом Осматривает Что, Ксюша, скажешь? Можно брать Очень много, естественно Порубочных остатков Или как они там называются Очень много Осталось древесины Которая никуда не пойдет Которой можно будет воспользоваться Единственный минус Что Придется ее Все из леса Каким-то образом вытаскивать Тут видите Тут вот Все ветки свалены Ну, до этого До этого было как Когда мы ходили Еще когда только начиналась делянка Здесь была такая дорожка И мы обрадовались Что она Так и останется Да, так и останется И она была не такая глубокая Как на предыдущей делянке Да, то есть можно было подъехать На машине с прицепом Ну, грубо говоря, ехать Да, и грузить в прицеп Все, что здесь осталось Но вот Стали делянку убирать Видимо, так положено Все в одну кучу И всю дорогу Засыпало Да, нам теперь уже На наших машинах Сюда не проехать Ну, сейчас пройдемся Дальше Посмотрим Что тут Да как Я не помню Говорил я В предыдущих роликах Когда мы гуляли По таким делянкам Это делянка Проходная Как Вот так вот Она называется Получается Идет основная Линия И от нее В сторону Расходятся Как бы такие лучи Ну, не знаю Я не сдавался В подробности Как тут И что делается По какому принципу Ребята Отбирали деревья На вырубку Это меня особо Не касается Что хочу сказать В этом году Очень много У нас Валежника Ветровала Так называемого Потому что Очень сильные ветра Были Можно сказать Даже ураганные Очень много Деревьев повалило Вот так вот Идешь по лесу Мало того Что Куча остатков Невостребованных От лесозаготовителей Плюс еще Просто По лесу Очень много Лежит древесины Дров На Десятки лет Вперед Самое главное Не лениться Все это Брать И заготавливать Будет чем Заняться В общем Было бы время Да На самом деле В такую погоду Лучше всего Комфортнее Сидеть дома У теплой печки Пить горячий чай С каким-нибудь Вкусным вареньем Но Несмотря на это На все На погоду Нам приходится Выходить Делать какие-то дела Потому что Времени Катастрофически Не хватает Тем более Как вы знаете Работаю я Графиком 2-2 Вот сегодня Мне Опять в ночь Поэтому Кое-как Заставив себя Сегодня Встать с кровати Не слишком Таирана Кое-как Раскачавшись Мы вот Начали Какую-то Деятельность На участке По поводу Кстати работы Один из зрителей Спрашивал Стоило ли Переезжать В деревню Чтобы теперь Работать 2-2 Ну как Раньше я говорил До этого Я работал В сфере Организации Корпоративных Мероприятий Это были Разъездные Разъездная работа Много было Командировок По разным Странам Но С приходом Ковида Все это Немножко Подзатихло И как раз Так получилось Что Я переезжал В деревню И наступил Ковид Все это Как-то так Сопоставилось Нас перевели На удаленку И Появилась Работать Возможно Удаленно Возможность Работать удаленно То есть Я жил Постоянно здесь И работал За компьютером Но Время Шло И В какой-то Момент Нас Сократили И я остался Без работы Без заработка Удаленного Пришлось Искать Что-то По месту Немного Поискав Работу Удаленную Мне ничего Подходящего Найти Не удалось Вот Я решил Устраиваться По месту Посмотрел Что есть В округе И таким Образом Попал На производство Местное Производство У нас В районном Центре Конечно Это Не работа Моей мечты Это Немножко Не то Что Я себе Представлял Но опять же Возвращаться В город В Москву Работать Там Я не хотел Потому что Это как бы Работать Не знаю Ездить в Москву Здесь постоянно Все в запустении Дела никакие Не делаются Поэтому решено Было Осеть здесь И работать На работе Какая есть Когда я Жил в Москве И все это Планировал Что перееду В деревню Буду зарабатывать Там сельским Хозяйством Настроил себе Кучу планов В голове Понятное дело Что розовые очки Быстро разбились Ареалии И Все стало Не так-то радужно И просто Так Естественно Никакое Дело Никакой Бизнес Даже вот Где-то По местности Здесь На своем Участке Просто так Сделать Не получится Без хороших Финансовых Вложений Которых У меня За плечами К сожалению Нету Вот Поэтому Было решено Опять же Повторюсь Работать На местности И Зарабатывать Деньги Медленно Но верно Мы сейчас Уже вдвоем С Ксюшей Идем К своей цели Цель у нас Такая Что все-таки Быть Независимыми И В итоге В оконцовке Уйти От работы На дядю Сделать Какое-то Семейное Дело Зарабатывать Тем Что По душе Вот Поэтому Хочу Резюмирую Хочу Ответить На вопрос Зрителя Нет Я Ни в коем Случай Не жалею Что Переехал Что Получилось Так Что я Теперь Работаю 2-2 Потому Что Каждый День Просыпаясь Какая Была Погода У меня Радуется Душа Радуется Душа Осознавая То Что Я На месте Действительно На месте Это На самом деле Очень Помогает Во всех Аспектах Жизни И В очередной Раз Хочется Сказать Что Я Нисколько Не жалею Ни разу За это Время Не пожалел Что Уже Практически 5 лет Назад Я Переехал Сюда Встретил Ксюшу Вот И Теперь Вместе Оно Всяко Легче И веселее Потому что Мы смотрим В одну сторону И идем К назначенным Целям Да Двигаемся В одном Направлении Так Ну в общем Ладно Прогулялись Мы с вами Посмотрели Сделали Разведку Грибов Уже Нету У нас Сейчас Вторая Половина Ноября Последнего Месяца Осени По Дровишкам Ну что ж Будет Где Развернуться Куча Всего Валяется Но Будем В благоприятное Время Нет Нет Да Обеспечивать Себя Топливом На зиму Потому что Отопление У нас По крайней мере В нашем Временном Жилище Печное С ładном Времене Субтитры создавал DimaTorzok Проходя мимо решили заглянуть в нашу теплицу. Здесь у меня взошли активно растут седираты. Я их посадила, правда, очень поздно, но они все равно взошли. Но сейчас буду открывать форточки, будут морозы, пусть вымораживается все, что должно вымерзнуть. Ну, весной продолжим наш огородный сезон. Жалко даже, такая зелень в ноябре месяце, и сейчас все замерзнет. Густая. Ну, значит, так оно нужно. Да, свое она отработала. Конечно, нужно, по идее, лучше ее перекопать, заделать в землю. Но, наверное, мы этого не будем делать. Но вы так не делайте. Как уже сказал Герман, убрали мы наших петушков. У нас были мораны и мини-мясные. Им было по 5 месяцев. Средний вес мини-мясных в районе 2 килограмм, а моральчики чуть больше, в районе 2 700-2 800. Тоже чистый. Да, тоже чистым весом. Так что мясная порода, она очень долгая. Ну, в плане того же, да, то есть это не как бройлер, который растет за 45 дней. Но мясо очень вкусное. Кто уже нам говорил, пробовали. Разница колоссальная между мясом бройлера и мясом мясной породистой птицы. Поэтому мы пока для себя выбор сделали, что мы будем выращивать именно себе на мясо мясную породистую птицу. Вот, все, баня наша опустела. Будем ее чистить, убирать подстилку. И, к сожалению, скорее всего, в следующем году мы с ней уже расстанемся. Она нам послужила вдоволь. Мы ей очень рады, потому что здесь мы поднимали молодняк. И у нас здесь была передержка для каких-то семей. Ну и вообще дополнительных 2 места для двух семей могло бы быть. Но у нас есть грандиозные планы относительно. Пока не будем забегать вперед, все вы увидите. Если получится, если будут нормальные бревна, то мы постараемся сохранить эту баню. Может быть, перенесем на новое место. Но, опять же, у нас есть другие планы, которые потребуют наших физических затрат, финансовых затрат. Поэтому это уже как второстепенное. Получится, сделаем. Не получится, значит, будет что-то другое. Ну да. В любом случае, помещение отслужило сполна. Спасибо ему за это. Осталось почистить и законсервировать на зиму. У нас снова куриные новости. Занеслись наши варанчики. Вот такие вот у них цветом яйца. Молодушки занеслись. Пасхальные. Да, у нас всего, получается, три курочки и один петушок. То есть, такая небольшая семья. Ну и сколько вылупилось. Остальные все более петухи. Остальные все более петухи. Друзья мои, ну хочется в очередной раз поблагодарить всех наших зрителей, которые поддерживают нас. Нас пишут добрые комментарии полезные. Также встречается небольшое негодование на платформе Яндекс.Дзена, что там очень много рекламы. Друзья, знаете, мы, к сожалению, ничего с этим сделать не можем. Платформа сама устанавливает, когда и куда ей включить рекламу. Вот, поэтому мы такие же пользователи. Также тормозит у нас YouTube. Мы пытаемся смотреть другой контент где-то на других площадках. Ну и, естественно, натыкаемся на рекламу. Терпеливо ее смотрим. Всегда надо помнить, что реклама – это доход для блогера. Какой-никакой. Вот, поэтому призываем вас быть немножечко терпимее к этой рекламе. Да, ну и спасибо, что все равно смотрите на Дзене, поддерживаете, потому что на этой площадке хоть какая-то, но небольшая монетизация. Да, там какая-то копеечка в месяц она прилипает. Хоть, не знаю, на тот же оплату того же интернета хватает. Поэтому это, конечно, сущие копейки, но мелочь, а приятно, как говорится. Вот. Что нам осталось? Контента все будет все меньше и меньше, скорее всего. Будем, конечно, стараться как-то разнообразить зимние дни. Вот. Хотим вернуть рубрику «Вопрос-ответы». Если интересно, задавайте, пожалуйста, вопросы в комментариях. Самые такие интересные вопросы мы будем выбирать и на них в видео отвечать. Вопросы могут быть адресованы Ксюше, либо мне, либо нам вместе. Вот. Ну что, пойдем мы, пожалуй, разберемся с летним водопроводом, потому что сегодня ночью уже передают минус. Дальше только холоднее, все замерзнет и, в общем, будет не очень хорошо. А так что? До новых встреч. Спасибо, да, очередное спасибо. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok